Начинающие автомобилисты больше не будут сдавать экзамен в ГИБДД на закрытых площадках. Отныне сотрудники госавтоинспекции оценивают готовность будущих водителей только в рамках дорожного движения. Площадка как таковая уже у нас отошла и мы не принимаем больше у кандидатов водителей площадку. И все это мы должны проверить у кандидата водителей в черте города. Все эти упражнения, которые были на площадке, мы теперь проверяем в условиях дорожного движения. Как пояснил начальник отделения экзаменации Андрей Дубков, теоретическая часть осталась без изменений. Билеты по-прежнему состоят из 20 вопросов, объединенных в 4 тематических блока. На их решение отводится 20 минут. В каждом блоке по 5 вопросов. Допускается одна или две ошибки, но в разных блоках. За каждую из ошибок будут назначены 5 дополнительных вопросов, соответственно, за две ошибки 10. Здесь дополнительный блок «Живаться нельзя». Также сотрудники ГИБДД рассказали об изменениях в постановке на учет транспортного средства. Для получения госуслуги по регистрации транспортного средства вы можете прийти к нам в отдел, взять талон в живую очередь, оформить заявление. После того, как вы оформили заявление, машину предоставляете на осмотр. После осмотра, где инспектор сверит номерные агрегаты и узлы транспортного средства, поставит вам отметку соответствия, и после чего вы уже берете второй талончик для подачи документов, и данная госуслуга вам предоставляется. Перед обращением в органы ГИБДД необходимо заплатить госпошлину. Это можно сделать через терминал, но за услугу могут начислить проценты. А если подавать заявление на регистрацию автомобиля через портал госуслуг, тогда на любую процедуру сделают скидку 30%. Стоит отметить, что нововведения в 2021 году коснулись и замены водительского удостоверения. Также можно записаться в МФЦ, в многофункциональном центре, подать документы и уже получить свое водительское удостоверение в этом центре. Весь пакет документов там сотрудники объясняют, какое нужно предоставить. И уже эти документы курьером доставляют нам, и мы составляем уже все документы для выдачи водительского удостоверения через МФЦ. Правки в законодательство были внесены, чтобы упростить процедуры. Их прохождение занимает не больше часа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видноэ-ТВ.